Изменить школьное меню – такая идея у Министерства образования Беларуси возникла давно. Создание плана школьное анкетирование среди детей и родителей, анализ пожеланий и замечаний и пилотный проект «Готов к старту». Разработаны технологические карты новых фирменных блюд. Первая дегустация состоялась в столовой средней школы номер один. Мы на сегодняшний день озадачены тем, чтобы для детей готовить и вкусно, и полезно, и чтобы это соответствовало натуральным нормам, денежным нормам питания детей, установленным законодательством нашей страны. Мы изучили посредством анкетирования учащихся их законных представителей те блюда, которые нравятся, не нравятся обучающимся. Стараемся исключить то, что дети не едят и включить в рацион питания те блюда, которые любят наши школьники. Вместо запеченной рыбы – рыбные оладьи, а также еще и куриные. Кебаб, митболлы с сыром, куриные наггетсы, филе птицы, шашлык, плов по-домашнему, а также новые салаты. Все это не только добавили в меню блюд пилотного проекта. Работали в рамках и требований к школьному питанию. Это определенные продукты, требования к продуктам, это требования к технологии приготовления, к составу блюд, к их калорийности, к пищевой и энергетической ценности. Сейчас хотят немножечко изменить подходы во времени приема пищи. Школьники, продегустировав новое блюдо, остались довольны будущими изменениями в меню. Я попробовала разные котлетки, блины, сырная палочка. Мне очень сильно понравились блины с творогом. В основном тут есть блины вкусные, и я бы хотела видеть пельмени. Я считаю, что это хорошо, что меняется школьное питание, потому что все-таки время меняется, и дети тоже меняются, и должно как бы все идти вместе со своим временем. На дегустации мне понравились почти большинство блюд, особенно, наверное, блюда из курицы, птицы, были очень вкусные. Салаты тоже очень вкусные, и мне понравились, наверное, большинство это сырные палочки. Родители, в свою очередь, также оценили блюда и внесли свои замечания. Это хороший проект, потому что дети не всегда у меня питаются в школе, часто приходят голодные. А с таким, я думаю, что через несколько месяцев мы увидим, насколько поменялось питание. По крайней мере, меню мне все очень понравилось. Несколько салатов были не так, как хотелось бы, но в целом, конечно, все очень вкусно. Особенно мясные блюда. Можно даже взять некоторые рецепты. Мы росли в Советском Союзе, у нас такого не было. Была размазанная каша уманная по тарелке жестяной, сало кусками плавало. Спасибо за то, что мы можем вкусно кушать, и наши дети будут расти здоровыми и крепкими. Практическая реализация пилотного проекта в школах Брестской области начнется 9 января, с начала третьей четверти. К этому времени специалисты разработают новые рационы питания школьников, а также обещают внести корректировки в соответствии с предпочтениями учащихся. Валерия Гальперина, Юрий Плинда, телерадиокомпания, Брест.